Всем привет, друзья, коллеги, мои подписчики и те, которые смотрят мой канал. Ребята, в принципе, уже снимать нечего по башне в Mortal Kombat Mobile. Но есть мои любимые подписчики, которые предоставили для того, чтобы проэкспериментировать и записать какой-то либо контент на мой канал. Конечно же, я хотел бы записать именно прохождение челленджа от Андрея Четслеера, такой же команды, попробовать на их аккаунте пройти, попробовать, может быть, и побить рекорд. Это делается и для того, чтобы просто записать какой-то либо контент. В принципе, покажу, сколько у меня, возможно, попыток ушло, что интересного будет, конечно же. Ну, люди просто не играют именно на аккаунте, ну и решили предоставить им его. А снаряжение, которое я использовал для этой битвы, вы увидите сразу после короткой рекламы в магазине Paradise. Друзья, хотите собрать всю коллекцию из игры Mortal Kombat Mobile и, конечно же, ее прокачать? А цены на душ и золото в игре слишком велики? И вам не по карману, я вам рекомендую магазин Paradise, где вы можете прикупить себе на аккаунт душ и золото по самым низким ценам. И, конечно же, на каждую покупку лично от меня тысяча душ подарок. Также в этой группе имеется услуга прохождения башни. Вы можете также поинтересоваться в моей группе ВК, которую вы сейчас видите. Также можете любой контент посмотреть, написать комментарий, поддержать мой канал. Если есть какие-то либо вопросы, пишите мне личку ВК и приятных покупок, друзья. Ну что, друзья, в принципе, продолжаем. Что я могу сказать? Я поставил тоже команду, в принципе, как у Андрея. Но здесь будет немного и по снаряге, и по Redden Injustice 2. Вообще практически я за него играть не буду. Я полностью снаряжение поставил на экономию второго спецприема, усиление заряда силы и так далее. В принципе, он как саппорт будет, потому что при оглушении, также таланты покажу в конце ролика, есть шанс пробить щит. А когда щит пробивается, урон становится еще более мощнее. В принципе, для этого он мне только нужен. Следующий персонаж, который я хотел бы показать, тоже немаловажный в моей команде, это, конечно же, Скорпион ударной группы. Сюда, конечно же, я поставил маску элементаря земли. Многие могут сказать, если я сюда засунул эту маску, в принципе, что будет стоять на ударнике Джинни Кейджа. Далее вы увидите, какое снаряжение, конечно, будет и на нем стоять. Здесь первый спецприем, блокбрейкер, также отхил, молот гнева, одну очку силы, маска элементаря, сопротивление отрицательным эффектом заряд энергии. Киберпак дает, в принципе, 0.5 шкалы силы. В итоге будет 1.5 шкалы силы. Вот для этого, в принципе, мне он нужен. Также знаете, да, что первый спецприем, он оглушает. И в талантах я тоже сделаю. Если будет оглушение, то, возможно, есть какой-то шанс, в принципе, да, оглушить. И я его поставил на первый слот не просто так, потому что были уже моменты при подмене, когда со Скорпиона Джинни Кейдж входит, идет истощение. А в талантах я прокачаю истощение, которое называется удары в слабое место, точно. Что-то завис немного, да. Вот такое вот у меня снаряжение, в принципе, и здесь. У меня револьверы пробития блока, да, шлем Шаукана, шансы критов, зубы усиления, в принципе. Перстень Синдал, я думаю, все знают, для чего нужен этот Перстень Синдал именно здесь. Здесь некие сопротивления отрицательным эффектам и дают они 50%, даже больше, чем маска Элементаля, да. В принципе, также я могу сказать еще раз, этот персонаж достаточно хорошо подходит для этой битвы, Битвы, потому что у него есть хороший буст именно по преисподням. Также у него больше урона, при том, что когда он теряет здоровье, я думаю, в принципе, будет вообще все чики-бомбони, да. Главное, чтобы срабатывали сопротивления отрицательным эффектам. Это, друзья, реально самое главное. Ладно, погнали, наверное, далее. Я думаю, в принципе, может быть, не стоит делать запись с камерой, может быть, наверное, убрать, чтобы не мешать. Просто я даже при том, что объяснить, какое снаряжение стоит на моих персонажах, убрал камеру совершенно в другую сторону. Вот каким образом, почему она стоит именно там. И, конечно, хотелось бы, чтобы люди посмотрели, кто вообще говорит, с кем общаются, в принципе, наглядно, да. Ну что, ребята, я думаю, мы будем уже начинать битву, я думаю, вам понравится. Я сделал все полностью, все попытки практически, да, хотя их, конечно, больше было, может быть, на штуке 3-4, да. Ну, мне было нечего делать, и я, конечно же, экспериментировал, возможно ли побить рекорд Андрея Читслеера. В принципе, в башне все равно делать нечего. Ну, мы сейчас это увидим наглядно, и я вам продемонстрирую несколько попыток, где я пытался сделать и, может быть, приблизиться к тому результату, который был у Андрея Читслеера. Ну что, я думаю, в принципе, погнали. Погнали разносить этих боссов, я думаю, мне все-таки должно ввести, но, ребята, я вам сейчас скажу и покажу, что вообще здесь случается, да. Не каждый раз случается, как некоторые говорят, баги против боссов. В принципе, да, вот, вы понимаете, да, полторыжковые силы, начинается атака, пробитие щита, оглушение, да, при том, что Дженни Кейдж в ходе, сразу истощение, привязка, пробитие щита, все работает, в принципе, сразу начинается битва, да. При том, что, блин, зря я, конечно, сделал то, что я все черепки убрал за Скорпиона, то, что Дженни Кейдж потерял мало хп, и при том, что он тем больше теряет, тем больше наносит урон. Но, в принципе, глянем. Три метки смерти есть, привязка до сих пор держится, и криты вылетают, в принципе, очень даже хорошие, ребята. Так что, по поводу талантов, я вам даже скажу более, что у меня немного другие таланты стоят, и вы увидите в конце этого ролика. Пробитие щита. Сопротивление к оглушению. Я замечаю, просто, когда проходишь эту башню, вот, в данных попытка, что слишком часто у них идут наложения каких-то отрицательных эффектов. У меня даже не успевает надпись вылетать, что где-то сопротивление, где-то наложилось, где-то там еще что-то. Очень много чего пишут. Так, ну, в принципе, 1 минута 7 секунд, да, и здесь еще и оглушение срабатывает, и все. В принципе, блин, ни хрена нормального здесь ничего не срабатывало. Здесь отрицательные эффекты один за другим идет. Да что вы, смотрите, да, хоть и наложили на меня кровотечение, при том, что она несколько раз еще вот эти вот свои мантию делает. И, ладно, поменяемся мы, конечно же, на Рейдена, на всякий случай. Вот таким вот убранным. В принципе, сейчас я нажму на паузу, смысла нет уже играть, потому что 26 секунд уже, уже не то пальто. То есть даже ближе к тому результату подойти я не смогу. Получаем еще и золотишко за это. Отлично, ладно, погнали дальше. Попытка номер 2. Попробую таким же способом, но, наверное, поменьше черепков сбить, чтобы Джонни Кейдж тоже каким-то образом, наверное, мог хп у себя снять. Ладно, давай сейчас поменяемся и начинаем атаковать. Тоже, видите, сразу работает привязка, пробитие щита, но щит уже, в принципе, куда-то исчез. Быстро все это происходит. Ладно, криты очень хорошие, вылетает из-за того, что у меня шлем шалкана стоит. Это шанс, это усиление из-за зубов драконов и так далее. 246. 182. Вот, в принципе, да, наносишь какой-то либо урон, срабатывают какие-то эффекты. Один урон вылетает больше, другой меньше. В принципе, как-то интересно, все равно шансы работают. 82. В принципе, сейчас идет. Давай уже пробитие щита, но хоть, в принципе, срабатывает метка смерти. 10% ведь, смотрите, уже увеличивается почему-то очень много даже крит. Ладно. Накладывается на меня, конечно же, негативный эффект, при том, что он еще и перебивает меня и начинается вот эта вот фистопляска. Да, вот. Оглушение, кровотечение. Как-то интересно все срабатывает, да? Ладно. Сделаем еще один первый спецприем. У нее оглушение. Может быть, уже когда-нибудь пробитие щита срабатывает. Талант вообще, как будто не работает и не хочет работать. Неужели? Делаем первый спецприем. Делаем еще разок. Пробитие щита есть. Блин, сопротивление. Ладно. Меняемся на Джонни. И тут срабатывает еще и мантия, да? Сопротивление к заморозке. Очень хорошо работают таланты именно на этот эффект, да? При том, что у меня стоит перстень Синдал. Заметьте. Выкладывается кровотечение. И все, ребята. Я здесь вырезал, потому что сейчас я вынес именно Китану. И Синдал вошла в игру и меня своими волосами вынесло. Смысла не было дальше идти и продолжать битву. Это уже третья битва, в принципе, да? И будем каким-то образом дальше пытаться проходить. Это третья попытка, друзья. Я могу сразу сказать, что не каждый блогер, ютубер, да? Выкладывается только или может сделать, пройти с одной попытки. Иногда выходит много попыток. Просто выкладываются на ютуб ту удачную попытку, которую посчитали нужным. Ну, или чтобы не затягивать именно ролик. Вот. В принципе, оглушение есть. Сейчас бы, если пробитие счета бы сработало, то вообще было бы все в идеале. Но спамим первыми спецприемами. Друзья, идет экономия первой спецприема из-за того, что мне прокачаны таланты. На экономию полностью первого спецприема. То есть, очень долго что-то я задержался. Прям, конечно, с этим Куан-Чи. Блин, чуть-чуть я, конечно, не подресчитал. Думал, вынесу его. Будет вообще все супер. Входит опять вот эта вот деваха и начинает вот такие вот свои контратаки. При том, что... Да, пока на меня не накладывается никакой негативный эффект. Идет сопротивление. И, конечно же, снаряга срабатывает. Ладно, я меняюсь, конечно же, на этого перца. Для того, чтобы на всякий случай привязать. Я думаю, может быть, она израсходует еще свои контратаки. И я смогу за Джонни Кейджин нанести какой-то либо урон, если сейчас пробитие счета будет. Оглушение не хочет работать эти 30%. Вот, сейчас работала. Блин, ну я далеко поспешил, конечно. 282. 313. Очень отлично вылетает криты. Давай, первый спецприем и минус синдал. Да, все отлично. Но при том, что опять вот это вот заходит, сразу делает спецприем, и осталось 26 секунд. В принципе, можно приблизиться даже к тому результату, который показал Андрей Чеслеер. 22 секунды. Пробитие счета. Оглушение. Смотрите. Смотрите. Смотрите, вообще, да, вот вылетает очень хороший крит. 426 тысяч. Причем то, что смертельный урон. Вот, если бы на 40 тысяч больше вылетел, я бы с Андреем прям тетелька в тетельку, 19 секунд закончили бы эту битву. Но тут у меня, в принципе, я задумался, что мне делать. Я даже замешкался или просто уже пройти, нажать в бой или выход. Но я все-таки решил еще одну битву сыграть и попробовать. Может быть, что-нибудь интересное, да, получится. Все-таки, и можно заметить, что каждую битву негативные эффекты срабатывают где-то часто, а где-то не очень часто. В принципе. Сейчас я покажу на данный момент. Это удачная попытка, где я прошел эту битву до конца. В принципе. Делаем несколько приемов за Скорпиона. Меняемся. И тут у нас, конечно же, выходит... То есть появляется оглушение. Пробитие счета пока мисс нет. Криты за Дженни Кейджи. Очень хорошие. Конечно, я, наверное, тут чуть-чуть проморгал. Нужно было сбивать черепки именно за Дженни Кейджи. Но не суть. Смотрите, он не идет. И атакует Куэнчи. 50% хп минусом. Здесь срабатывает метко смерли. Но при том, что срабатывает, хотя оглушение, пробитие счета, но не хочет срабатывать. Вообще. То есть эти 30% работают как-то не очень есть часто. Не на руку мне. Но все равно у меня первый спецприемный. Очень часто я бью Куэнчи, пробитие счета. И смотрите. 556 смертельный. 556 смертельный урон. Пробитие счета, при том, что еще и у Синдал. Так, делаем первый спецприем. Оглушение есть, при том, что у меня пробитие счета. Она отражает, я так понял. Ладно, погнали дальше. Я сейчас думаю, если... Блин, как всегда, как меняться на Джонни Кейджа, у нее сопротивление. Ладно, у нее пробитие счета все равно есть. 250 тысяч. Срабатывает снаряга с башни. Ладно. Пробитие счета и имеется у меня, но не суть. Я ее все равно истощаю. Она никакой спецприем не нанесет. И я думаю, она не протачит. И смотрите. Снова начинает контратаковать. Все. И вот эту вот рапсодию. Не знаю, она уже сколько раз это сделала. Уже, наверное, должно быть оно уйти. Все. Минус Синдал. И остается 304 секунды. 300 тысяч крит. Смотрите, все это. Вообще, я даже нервничаю, начиная в блок бить. Потому что это очень... Смотрите, 26 секунд остается. И 187 тысяч у нее хп. То есть сейчас, понимаете, да? Можно было, конечно, сделать второй спецприем. И сразу ее вынесли. Добить ее первым спецприемом. Я, конечно, решаю начать атаковать. И первым спецприемом. Вношу 172 косаря критического урона. В принципе, да. На 5 секунд я улучшил результат. Но, в принципе, это дело не соревновательное. Хотя я, конечно, хотел поэкспериментировать. Можно ли показать такой результат. И, в принципе, результат очень хороший. И меня даже порадовал. Вот. Не буду, конечно, показывать, какое... То есть, какое снаряжение, хотел сказать. Какой персонаж мне выпал. Потому что я все равно... На продажу смысла нет. Так что, ребята, друзья. Остается, конечно, один день. 22 часа. Башня, конечно, очень... Кого-то даже и не порадовала. Кому-то даже не понравилось. Потому что не выпадали никакие снаряжения. Кто-то не прокачал даже бруталки на некоторых аккаунтах. Но, друзья, я думаю, в принципе, сейчас добавят какую-нибудь башню новых персонажей. Может быть, даже добавят какую-нибудь... Диор в МК-11. Или, может быть, Китан в МК-11. Всякое в жизни бывает. А может быть, и... Шинока, да? Добавят. Но не суть. Друзья, так что... Будьте... Сдержаннее немного. Все-таки это игра. А еще раз... В конце ролика, как по традиции... Если понравился ролик, ставь лайк, комментарий... И, конечно же, подписочка на мой канал. Всем желаю всего хорошего, здоровья, счастья. И всем пока-пока. И забыл, конечно, показать вам самое главное. Пришлось еще добавлять таланты, ребята, которыми я пользовался. Начнем, конечно же, с атаки. Я прокачал стойку льва. Для чего этот талант нужен? Потому что увеличивается основная атака на 5%. Зачет. Погнали дальше. Точность, в принципе, не так сильно мне важна. Как, например, критический урон, который дает 22% повышения. Также тренировка черного дракона на 17% увеличения шанса. Здесь больше силы критический удар дают. И здесь более-менее подошел вот такой вот талант. Необузданная ярость. 30% включения урона от неблокируемой атаки. И следующий талант метку смерти. Но, в принципе, я буду спать первой спецприем. И когда-нибудь она по-любому да сработает. И прокачиваю сопротивление всем отрицательным эффектом 20%. Здесь у меня оглушение, которое дает пробитие счета. 30% вероятности. И вы увидели, да, как оно срабатывает. Здесь неблокируемые атаки генерируются на 2% больше. То у меня на 1. Это следующий талант. Здесь у меня 10% бонус к истощению и восстановлению. Это просто талант прокачал, лишь бы дойти до самых главных. Здесь первый спецприем стоит меньше на 3%. Удары в слабое место, ловушка. То есть, сами понимаете, первым спецприемом я спамил. И по-любому истощение получалось каждый раз. И сработал этот талант. Ну и вот этот талант, который мне помог. Первый спецприем очень-очень не израсходовался часто. Так что, ребята, пользуйтесь талантами на здоровье. Продолжение следует... Продолжение следует...